тут много тетриса в будущем будет но после таркова меня никакой тетрис не пугает щи никакой здравствуйте у них интересные невесты блин бываются слово-то о бурахах каждый бурак непременно прольет реку крови или город в крови утопит так как то вот она и сбылось сколько уже убитых а не знаю сколько много вот сколько никогда и еще такого не было у нас последние времена значит настают звезда полынь на небо восходит может и так карту по ночам ночные активности появляются упомянуть отца можно раз в разбитом сердце а мне же нужно встретиться пойти с этим с мафиози который меня прикрыл типа да да варлак это не мафиози это влиятельный человек ну да имел ввиду конечно же мистер сальери я не хотел вас обидеть из вырвалась прошу прощения мистер сальери конечно же влиятельный человек не мафиози да верно фонарь из ниоткуда каждую ночь в театре репетирует старую пантомиму значит нашли интересную прикольно а мне не нужен фонарь смотрим на театр так нужно зайти внутрь и там будет театр опа опа бегут 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 смотри чё бегут то вон он побежали мужики куда побежали лови мужиков куда побежали она на бегут что-то явно задумали он с 3-3-3-3-3 чё делают обойти посмотреть куда бегут то мужик куда бежишь всё хорошо какой-то невидимый монстр ходит или чего у нас Death Stranding мне нужно эту банку с ребенком доставать чтоб она подсвечивала их чё творится то слышите капец стремно ха 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 это тут вообще чертовщина происходит Антамима нам сюда или не сюда король бобро король бобро всегда готов ребят будьте добры хайп большой-большой если вы будете так добры добавьте нас в чат будь пожалуйста очень-очень много хайпа привет мистер цептор это конечно жесть спасибо спасибо тебе огромное гигантское тизо большую-большую поддержку 20 месяц дали так Насколько всё, что является в наш театр в последнее время не человеки, а личинки человеков. Впрочем, простите. Зря я так резко. В конце концов, вы играете главную роль. И что же играть? Главный совет. Единственный даже. Постарайтесь не умирать. Никогда. Вы меня поняли? Вообще никогда. Совсем. Иначе нам всем будет худо. Не вам одному. Нам всем. Это ещё почему? Да мир от этого портится будет. Необратимо. А он у нас и так неблагополучный. Так что извольте уж не халтурить, пожалуйста. Старайтесь на совесть и берегите себя. А где остальные двое? Девочка и бакалавр? А девочка и бакалавр ждут, пока ты выйдешь отсюда. Дожидаются, чтобы узнать о своей судьбе. А у меня-то что за судьба? Да жаль мне тебя. Но всё закончится хорошо. Тебе даже покажется, что ты победил. Совесть мучить не будет. Так что расслабься, человек с судьбой. Следующий. А это как? Следующий. Никто не хлопает даже. Нормально выступал? Вроде нормально. Нормально же, да? Марк Бессмертник. Наш театр переживает не лучшие времена. Репертуар однообразный. В который раз ставим одну и ту же пьесу. Я начинаю от неё немного уставать. Смотрю, у вас неважно с реквизитом всё пустое. Тут осталось прорву обрядовых костюмов от Степного театра. Особенно много этих жутких птиц. Му-шубун. Которые символизировали смерть. Степняки что, так любят играть со смертью? Нет, просто они придают ей другое значение. Да, это любопытно. Но костюмы меня не занимают. Мне занимает то, как достоверно сыграть отношения человека со смертью. Бутафория, реквизиты и прочая чепуха для этого не нужны. Тут нужны другие приёмы. Мне нужна предельная достоверность. Я вынесу действия наружу. На улице. Актёры играют именно то, что происходит вокруг, так сказать, гущи реальных событий. Публика не знает о том, что рядом с ней играют актёры. Актёры не знают, кто наблюдает за ними. Такой-то вот творческий метод. Му-шубун. Скверная дурная птица дословно. Ааа, понял. Зачем вам это надо? Актёр должен понять, как работать с идеей смерти. Я не для зрителей делаю эту вещь. Мне интересен актёр. Моя сцена его внутренний мир, если угодно. Его представление о мире. Поэтому и методы нетривиальные. Жестокие, скажем так. Так. Театр жестокости. Насколько же они жестокие? Поймите. Такова уж тема. Задачу я буду вам ставить постепенно. И метод свой тоже буду открывать постепенно. Шаг за шагом. Иначе сорвёте мне всю работу. Вы же на пробу пришли? Да. На пробу. Всё верно. На пробу. Идём пробовать. Так. Кыш со сцены. Чат. Вы говорите, вот это типа я, Артемий, Бурах. Но если я зайду сюда, то вот он я. Моделька этого чувака и вот этого чувака, они явно не совпадают. Почему такая разница? Или это таким я себя представляю, а это какой я на самом деле, да? Похоже. У-у-у, а что тут за сценой? Ничего. Это фейковый Артемий. Не настоящий. Вот настоящий Артемий. Выглядит как босс в зомби-игре. Чувак в инвентаре на человека не похож? В смысле не похож. Чё он не похож-то? Чё с большой мужик? Просто большой мужик, чё он не похож-то? Мало ли, больших мужиков. Хорошая пьеса. Клоуны интересные. Лавка мёртвых вещей открыта. О, пошли в лавку мёртвых вещей. Направо, если пойти, там будет выход. Наверху лавка мёртвых вещей? Нет, в доме. Не перелезь ко мне? Никак. Ты куда собрался? Давай, давай! Окей, мужик. Спокойно. Всё, всё. День второй, в который Гарус Пик увидит, как в землю уходят чего-то там. И деспавнятся воры. Я вообще-то его собирался убить и залутать. За такую наглость. Он исчез, гад. Так, здесь не пройти. Рептовка здесь к вам равнодушная. Ай, лавка исчезла. Лавка исчезла из-за того, что, наверное, день настал. Технически, да? Ты тоже вор? Не подходи. Я предупреждаю. Ты не вор, ты просто мужик. Мужик, привет. Дрост. Толстый Влад говорит, что ты теперь принадлежишь семье Ольгимских. Может быть, ты объяснишь нам, какого рожана творится на его заводах? Почему всё стало? И главное, будут ли нам платить за эти дни? Ничего не знаю, там не работаю. Он говорит, что ты человек из дома, чтобы тебя не трогал никто. Планы строить на тебя стало быть. Всё верно, вот и не трогайте. Какие-то, я говорю, мафиозные разборки тут. Полным ходом идут. Босс Влад звал меня к себе. Он может знать что-то полезное. Ну, пошли на Влада посмотрим. Может, в дом какой-то вломится? Что за дом, как вы думаете? Сейчас постучим. В этом доме вам не рады. Но есть ли кто-то дома? Не, Влад точно не мафиози. Просто влиятельный человек. О, нет. Ну и чего делать? Что делать-то? Догадался. Красненькие штучки. Вам тут не рады. Просто рандомный чувак какой-то, да? Я просто в дом вломился. Они узнают. Здравствуйте. Они всё узнают? Прямо... В гадалки не ходи. Всё-то они узнают. Ты кто такой? Гусь. Вчера убили мою жену. Как мне теперь смотреть в глаза нашим детям? Я потерял право называться отцом. Сочувствую. Если бы я был расторопнее, если бы соображал быстрее, когда всё это началось. Если бы делал свои дела быстро и вовремя, а не считал бы ворон. Если бы только... Живите дальше ради детей, например... Бедный гусь. Ф. Жена. Жена была хорошей женой. Они узнают. Нужно пять иголок, чтобы... Я не понимаю, короче. Ладно. Мы вход в этот дом, если что, взломали. То есть нам что-то нужно будет в этом доме. Теперь мы сюда вернёмся. Но я пока что не понимаю. В стене есть глаза. Да уж. Что ты от меня хочешь? Куда идёшь, человек? Что будешь делать дальше? Просто жить. Что тебе говорят люди? Какие ещё люди? Куча людей. Все что-то говорят. Сейчас разберёмся. Одну секунду. Поговорите с ним пока что. Быстренько в ванную комнату. Поговорите с ним пока что-то. 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 Продолжение следует... 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 да я шучу на самом деле 300 денег и мы сюда уже не зря пришли две картины картина девушка с книгой картина быки с быками прикольно сейф к большой влад хорош влад большой у него еще украсть можно а что да только 300 денег но паршиво влада хоть шерсти клок назначит в лесу воеводы лесу пера будет много а птицы дня почему всегда мафиози лысые где справедливость почему лысые всегда какие-нибудь отрицательные персонажи где положительные лысые мужики простые леди леди тоже можно могут быть лысыми лысый влада вот сейчас курить как раз брошу чуть-чуть подкушаю пару месяцев и на слушайте и глаз у него один ленивый также как у меня правый у него правый правда у меня левый ленивый глаз поэтому в принципе похож ведь у него чуть-чуть что прикрыт глаз ленивый глаз называется я тоже такой толстый влад никуда вам сейчас ходить не надо цепи на вас надевать не стану но уж верьте не надо только бедно делаете могли бы быть и цепи мог бы мой мальчик мог бы я даже очень просто нет ни мафиози просто деловой человек как же лысый из бразерс очень положительный ты откуда знаешь тенера на такие фильмы смотреть варлок ты хотел за стрим игру пройти тут за четыре часа только первый день прошел ну четыре умножить на 12 12 на 224 но 48 часов 48 часов прям в принципе у меня кофе есть килограмм правда одни молотова но мы его смелим меня кофемолка работает килограммовый кофе еще с тех времен когда кофе каждый день пил нормально сайтама из ван пачмана положительный ну сайтама да положительный лысый персонаж но в основном тут день примерно два часа реального времени если без сна и без диалогов и без те и без без чтения чата да сорок седьмой положительный стряк как играть да агент 47 настолько положительный насколько ты играешь положительный если на сайлент ассасина проходишь он будет положительный а если ты идешь и делаешь пиу пиу по всем служанкам которые мимо проходят то так себе он будет положительный риддик наверно положительный все верно я думаю что риддик считается положительным риддик кайфовый так ночью мне скажется этот положительный персонаж у меня есть дело неотложное проститься с отцом я не хочу простаться простаться с отцом про прощаться с отцом чуть-чуть другое делать то мне тут сидеть днем тинем именно так мой мальчик за тоже живой будете живой а мой аппетитец мертв кстати куда его отвезли понимаю тоже понимаю может уже в землю уже уложили вашего народа это ведь быстро делается быть это вот этот ваш что немедленно в землю зерно то не прорастет ведь зерно и сразу в землю не посадить так что ли так за батюшку то мстишь мстить поди собираетесь а что а то тайн приговор вынес табуров исполнит а уж сделаю я уж сделаю так чтобы нашли того кого надо до кого надо в общем босс за заботу спасибо как говорится но я ухожу что поговорили барбак отец мертвый наследство надо получить как не прощаться то зачем мне наследство собственно за тесто но мне чего отец стал он он не выдаст мне наследство и наследство где-нибудь в суде получать еще где-то они и от отца верно чем чем мне на него смотреть и не знаю какие у них тут порядке в этом мире утром похороны отца вряд ли они продлятся весь день пози что и все что ли а у меня сбросились все мысли любом сына мстить за отца но я должен увидеть тело сказали в скором времени пробить реки крови кто-то умрет под ножом не это куда податься может поговорить прохожими сейчас чем-то любопытном думают маленькие дети день прошел типа я под рых у меня мысли сбросились прикольно у меня еды нету может есть еда вам не доверяют знаешь чего я тоже ему не доверяю тело на кладбище но я не знаю нужно ли мне туда идти сегодня будем собираться у сабы опасно да это нэн по гудзом не такое место куда стоит приводить посторонних шапна кадык искали они хорошо что никто не вспомнил о том и сабе что каждый день собираетесь там свои могут жить и там приходят люди туда да ты меня считаешь своим ты не чужой хатангар нет тебе только и говорит саба в последние дни ждали мы тебя яргачин я тебя услышал вот нашли куда нам надо идти да я так понимаю что пока этого отца не похоронят сына не будешь говорить полиция со мной не дружит на одного из них 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 при подстрелил пойдем в храм пойдем на помойку еда на помойке есть еды на помойке нет мне нужна еда закрытого как вы шансы что в этом храме никого дома нет и можно украсть баррак зависимости от времени дня порой меняются активности ну да мы видели же мы ночью театр баррак был потом был рынок еще вещей но я не успел пробуем скрыть замок никому не говорить но это похоже на собор блин было чё здесь люди живут для чего это вскрытие замков вообще нужно это они знают блин я все равно не могу красть даже если я нашел комнату где никого нету я не могу стырить так чтобы они не узнали они у меня все узнают блин я не уверен что она того стоит я буду красть улвар билд пока отца хоронят я буду красть у честных работяг матча уж такая вот тропинка наша воровская здрасте дети со мной будут меняться я есть морфий детеныш откуда у тебя морфий крошка а вот и ты а вот и я капелли тебе надо очень даже поскорей капелла это кто это наша мама она большого влада дочка мой папа на его заводе между прочим работаем зачем мне к ней надо потому что коротко и ясно спасибо я капеля чем грабить людей в мирное время до магазина вокруг работают я хотел сэкономить денег не знаю как она работает короче это это воровство не очень прибыльное занятие кругом тут я уже украл походу воровство плохой плохая профессия не очень хорошая у меня голод уже на фул я щас помру от голода значит чувак тупоко не двинет мне жрать нечего есть яйцо все варлок грабеж тут на крайний случай ну блин у меня щас чувак сдохнет от голода привет призма фокс бартер осваиваю пц тоже еда бывает так что мне просто бегать и искать у кого есть еда там какой-то по-моему хороший диалог болт мне не доверяют из-за того что я крал мне не доверяют беда меняться кофе ищите за кофе отдать на тебе бритву бритвы стоят по три ноготь на те два ногтя но кофе это не еда подождите кофе это конечно кайфом эти по усталость восстанавливает но это не еда считай ты взял он дарк ну чё мне вот ее подстрелить и съесть взял он дарк вот короче берешь ножом чики-брыки и в дамки сожрал ее я думаю что наверное в этой игре неплохо прокатит жгут не то нитки мужик у тебя чё есть пружины будем бегать искать кто хавчик продает потому что наш персонаж не может два часа без жрачки прожить он умирать начинает поэтому что мы будем делать бегать искать кто продает еду ты продаешь еду она продает яйцо которое стоит пять и скорее всего и вообще не выполняет голод я ровно столько же потратил здесь времени так где магазин до магазины отмечены бакалея одежда аптека все возьми эту вещь это тебе что это такое это всего лишь знак доверия меняясь вещами мы передаем свои чувства друг другу передаем тепло добро мы видим теперь что ты хороший человек город верит тебе хочет читать частью его да пожалуй тебе нравится моя вещь вдруг пригодится не знаю что тебе нужно я выбрал наугад мы плохо тебя знаем что тебе дать за нее какая разница важно просто что состоялась мена ты мне свое я тебе свое любая вещь не счет часть твоего тепла не отдай что захочешь а другим то что они захотят многого не попросят так что будь щедрым взгляд даже больше тепла чем возьмешь город это запомнит просто примета обычай такой я знаю этот обычай так ты нас лучше узнаешь так мы лучше узнаем тебя наш город похож на семью ты вернулся помоги нам снова вспомнить тебя принять а может полюбить и от всех сейчас говорю боярла басаган передаем все мою благодарность спасибо за наперсток два меняться хлиму голод не утоляет бодрит как любое безумие хорошо я поменяюсь с тобой на тебе на тебе и мунки дай мне лимон да нам насти получат насти получат обмену даю тебе с этой штукой немного своей надежды теперь у нас нет врача будет кто будет нам помогать вращивать переломы принимать тяжелые роды ты херок ты все это умеешь даю тебе нашу надежду где надежда там недалеко любовь недолго ношу эту вещь вне от меня немного просто прими ее с моим теплом класс теперь бакалей будьте добры басаган равно девочка служанка невеста типа мисс до урны мелкие оу я не думал что их можно обыскивать круто спасибо спасибо ура бакалея украсть можно бакалея мусорки это наш хлеб до жратва блин какая плохая бакалея консервы сытные затрудняюсь сказать из чего именно они сделаны в мире так иначе ведет к мясу самая сытная еда наверно мне мясо надо попытаться купить да самая сытная еда говорите так что продавать бритвы забытое имя наперсток да ножницы можно продать ржавые скальпель я не знаю вдруг пригодится когда нож сломается крючки хватает принять так мясо человеческий мир это мир мяса то что мы называем духом не более чем сокращение и спазмы этого мяса тот кто пытается от мяса отречься обречен на гибель а вау вегетарианство в этой вселенной не очень да он нам 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 блин она все равно только две трети восполнила она даже на фул не выполняет это жесть просто жесть катастрофа зубила говорят георгий каин не только лепит скульптуры но и своими руками высек из камня статую возле горна наверняка брехня зачем судье таким заниматься действительно пред мужик арахис что ли я ношу этот арахис несколько дней я передай просто возьми с моей вещью немного тепла где тепло там и жизнь арахис на бартер взял труба здесь вас ненавидят мы сюда не пойдем так с кустом надо поговорить в дочери с дочерью пойти направо будем менять о сверток внутри какие-то полезные мелочи вот сейчас мы поразменяем сверток короче на крючки иголку две иголки о прямо раздобыли сверток ништяк даю тебе с этой штукой наверное удачи удачки всякое у меня много так все говорят но ты мне чего куба это для вас самое важное так теперь верток коснуться привычка меняться давняя традиция в нашем городе меняются по всякому например башна баш или небом иногда вслепую тогда вещи заворачивают в бумагу прикольно типа лутбокс открыть чё в нем было не понял меня чё кинули то в свертке то было капитан на него весь запас блин отмычек выменял где сверток ногти а господи карпец ладно схем еще поменяться полицейский товарищ милиционер давайте меняться пуля морфий них у всех по одной пули по морфию полицейских они еще сухари есть сухарь 5 требует в баню сухарь даже почти не дает здоровье то мне туда кстати кто еще торгует у нее есть иголки по три за иголку ну уж нет точильный камень точат ножницы и скальпели давай купим точильный камень за детали не хватает чуть-чуть ну ладно а ты муки за шесть обмена полные пустые бутылки это разный тип вещей обе занимают по две ячейки обе стакаются до десяти штук всегда наполнять при удобном случае спасибо стараюсь стараюсь наполнять так ты лезь пойти направо о господи это как далеко короче обойдя весь район мы сможем попасть к цели здесь через камни не пролезть здесь на полный круг обходить жестяк через весь вот слезть вот по этим камням мы не можем физически запрещено убила по помойкам рыцарь остается теперь сюда во наконец-то разговор скипаешь какие я стараюсь все читать вроде какие разговоры скипаю да нам в этот двор здесь чего ешь да это магазин одежда нет право вот это магазин одежда а вот вывеска интересно почему одежда тена когда подходишь к людям е написано говорить ну блин не знаю вроде как миссию выполняю или говорить всегда когда есть вам не доверяют знаешь что или мне постоянно когда я вижу диалог разговаривать я понимаю что эти диалоги наверное хорошая нужная вещь но мы тоже если мы будем стой я не понял чего что на меня нападают стой мы хотя бы пришли туда куда надо о я рандомно нашел леди ваши мужики взбесились поприструните их пожалуйста аккуратно откроем и подведем итог не она юрия лулю речева вроде она юлия юлия люльичева а вы так один местный потрошитель артемий бу бурах я врач чем могу быть полезно глаза у вас удивительные кто вы такая что вы умеете по медицинской части немного я математик занимаюсь пространственными расчетами метод конечных элементов впрочем вряд ли вас это интересует почему же очень интересно у каинах были особенные требования к тому как будут проложены городские маршруты они полагали что от того какими маршрутами люди ходят меняется их настроение душевное состояние дача показалась мне любопытной хотя и безумно безумно немного в городские улицы ваших рук дело везде конечно можно сказать и так зачем же вы сделали город таким неудобным кайны намекали на то что у этого города есть нечто вроде своей нервной системы они предлагали мне представить его живым существом так что моя работа больше походила на пунктуру кайф первый мор проходил пред зет нет не проходил вы всерьез относитесь к идеям кайнах ну многогранник же им построить удалось вот он пожалуй пожалуйста стоит мне даже подняться позволили позволили внутрь впрочем не пустили соборы городные омут все это здание машины которые работают на туши идею какую же когда человек попадает замкнута или относительно ограниченное пространство она определенным образом настраивает его состояние это не секрет кайны же стремятся создать такие пространства которые побуждают человека к внутреннему росту то есть ну это уже область философии тут я не специалист насколько я понимаю они считают что человек это совсем не венец творения скорее личинка они полагают что человеческий дух это такая пружина на растяжение их любимый образ чем ее растягивать чтобы люди желали нового странного выходили за собственные пределы класс не поспоришь хорошая идея тем хорошим такие попытки не заканчиваются не тот кого ты искал но важный персонаж а